Уголовное дело мы возбудили, этот вопрос решается на меня. Несколько человек уже арестовали. Но самое главное, что на таможенном этот вопрос мы должны мирным путем решать. Как руководители этой организации, вы должны нам помогать и самостоятельно действовать с нашими обществами за нами. И что было? На дорогах, когда останавливают, автомашины нет, сначала должен быть у вас правильный. На русском языке хотя бы должен быть. На русском языке может быть есть. И одновременно на русском языке или на гражданском языке должен поместить, чтобы народ должен читать, какие продукты или товары, они имеют право с собой взять. И ограничение за что имеется. Все они должны узнать. А народ ничего не знает, останавливает и автоматом пугает. Говорю, я не разрешаю поехать. Мне говорили, много численных жалобов есть. Эта документация у меня находится. Я свой макерный сохраняю. Но не надо показать вам. Вот свидетелей много. Любой человек, если буду вызвать, это слово они будут подтверждать. И поэтому я прошу от вас, что мирным путем давайте эти вопросы мы урегулируем, чтобы между бурзинского и азербайджанского народа всегда была дружба. Эту проблему мы должны вот таким путем обращать. У нас таможня не вооружал. Если автоматально, то давайте сейчас все сваливается на таможню. Все, которые приезжают, у них претензии подчинят. Все говорят, что мы таможники. Потому что таможники имеют право проведать. Люди, которые стоят на таможне, они имеют право поскольку где жим? Они пограничены. Но они пограничены. И все, абсолютно какие-то формирования, все хотят быть в таможнике. И все говорят, что мы таможники. И люди знают, что это таможник. А действительно, если таможник стоит вот здесь. Если есть такие претензии, пусть скажут, что вот это таможник, который стоит вот здесь, на своем посту. Вот это человек совершенно что-то. Я один месяц даже, вот только что один молодой человек пришел, он сам военнослужащий. Здесь посту его остановили. У него взяли 300 тысяч русских дизайнеров. И сказали, что наши таможники поставили пост и берут денег за въезд в вашу республику. Это тоже вы знаете, что официально в нашем ветках поставили вопрос. Есть республику, у них своя ставка дали. Эти, они выписывают чек. И дают там на литвовую, значит, 30 тысяч русских дизайнеров. И разы-разы там по этапу идут, да. И теперь я не говорю, что таможник. Где-то может за таможник. Вот у нас, например, вот видите, там стоит пост. Правильно? Это пост, не пост, а, ну, мощные энергии. Сейчас они везде, можно сказать, где-то зерно. У нас камень-то везде, везде, ни в какую сторону не пришло. Дело в том, что если кого-то там будут задерживать, и с ним грубо будут обращаться, они не будут говорить, что там. Скажут, что в посту. Понимаете? В таможенную посту. В таможенную. Они очень счастливо езжают. Правильно? А там восстанавливают машину. Я говорю, берут чек. Он говорит, что там посту. У меня взяли деньги за въезд. Но ему невозможно объяснить, что этот человек за въезд просит. Деньги за то, чтобы выезжать, решить преступник. Вот такие проблемы. У людей тоже жалоба появляется. В посещении подородников остановлились. То ваши пограничники, то милиция, то разные директоры. И вот, по-говорю, без этого тоже создаётся вопрос, что люди вот хочешь, не хочешь разыдавайте. Если в автобусе на вашу ногу наступают, хочешь, не хочешь, вы говорите, что не наступай на мою ногу. И они тоже хочешь, не хочешь, не хочешь, разыдавайте. Если им спокойно шлось туда-сюда или от старшей стороны, они не жалуются. Я так понял сейчас. Эту проблему нам с вами не решить. Вы должны решить проблему высшестоящего органа нашей республики. Я инспектор этого постера, старшей смены. Я сижу здесь, но и что? Я беру свою, например, так. Пошел в машину, останавливал, пришел там, шерпитацию езжащих. А что касается, этот пост я не могу брать, тот пост я не могу взять, потому что мы сцениваем. Именно в чем вопрос? Вопрос, когда я писал вот это письмо, надо было там отметить, что не только таможенные, таможенные не стоят, у них нет. Просто тоже стоит таможенные. В письме надо было указать, что разные формирования, возможно там и таможенники, там полиция, там кто-то еще. А сейчас получается, что во всем виноваты там. Я сейчас не защищаю, они свои перехли, там и за это должны отвечать. Но на другие формирования чем-то занимаются, должны за это отвечать. У вас, извините, пожалуйста, пограничники есть, которые где охраны руководят? Вот, они законные военные формирования. Я очень прошу, если незаконное военное формирование у вас появится, вы сообщите охраняне, чтобы он пригласил своих людей у вас. Пусть они постоянно защищают вас и стоят на посту, чтобы регулировать незаконные действия. В общем, мы должны договориться. И у вас, и у нас есть хаос. Они мамиют в республике. Каждый, кто придется, себя считает, каким-то таможенниками, какими-то отминованиями. Сейчас, так вопрос, если мы будем так говорить, чтобы для телевидения что-то было, ничего не получится. Мы должны как-то решить сейчас. Конкретно, что нам сделать с сегодняшнего дня, чтобы улучшить вот этот вопрос. Я сам лично, конечно, могу договориться, что есть такие, но я могу получить за свою таможенник. Я ему верю, если они что-то виноваты. А за это я могу передать все это. Я думаю. В frustlании здесь в какой-либо чем-то еще нет. Сниф, сниф, чемпион. Сниф, donne, сниф, приносы и шиакаты. Мы, конечно, даже не были. Субтитры дали? Субтитры создавал DimaTorzok Орадок постанов. Мы с вами как раз. Орад, мы с тобой, мы с тобой. Думаю, мы, мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой. Погранищик, они корруют. Орад, они с тобой. Они веще. Там пограничники с Амазом. Кроме этого, есть свои ракеты, которые делегантны вашей советы. Что может сделать? Ваши государства с ним не могут сегодняшний день справиться. Хаос. Хороший, ясный. И все палки на таможню? Все. Безоружные таможни. Колеса таможня. Тогда давайте сегодня охраняна тоже вызываем. С ним тоже встречать. Когда? Офельдян, который говорит пограниченность. Он тоже в нашей беседе. Может, он скажет, что я имею силу, которая может защищаться того, чтобы незаконные вещи не должны быть. Если вот так, давайте тогда охраняне, кого хотите, давай вместе. Повстречаемся и вместе будут решать. Только таможенники, вопрос. Они между собой хорошие отношения делают. Все фамилиевые. Там, как его, на границе кто-то, там еще где-то кто-то, какая-то экология. Ну, меня простите. Такие проблемы здесь не решается. Такие проблемы решаются в уровне государства. Понимаете? Вы пришли из азербайджанской стороны. Хотите что-то помогать, чтобы там Россия жила нормально. Но это не решается между замминистром таможни и каким-то председателем Озана. Это решается между азербайджанскими государствами и грузинскими государствами. Понимаете? Это государственный уровень надо решать. А здесь вы только хотите какие-то маленькие проблемы решать. По-моему, я думаю, все таможенники, все образованные, все с высшим образованием. У нас очень хорошие дружеские отношения. Очень-очень. Если, например, извиняюсь, там Дату, там уже он придет ко мне. Или мы шамбаски с ними, например. Это мы всегда дружили. Если я с братом не здоров, с ним целуюсь. Дело не то, ведь между таможенем нет. Проблема между населением. Сейчас один граждан придет. Правильно? Сейчас увидишь, какой я с ним. Больше не буду брать. Правильно? Вот он идет, говорит, что Татар из Хаби там не будет. Самое главное... Татар говорит, что как это норезь не будет. И вот он больше не берет свой. Это у нас... Там у вас реки, здесь у нас там МВД, такие военные. Это мы с вами не ищем. Это в государственном уровне. Это понятно. Я приехал, потому что я знаю, что происходит. Но человек, пожалуйста, не человек, а общество. Пожалуйста, там можно лично. Никому же там формирование... Это выясняли. Это выясняли. Это не только таможенные, не только таможенные, военные фармированные. Там ничего не писали. Нам надо конкретно писать, что делать. Себисчицу, там таможенные. В нашем разговоре, видите, таможенные... Конечно, у всех своих грешей хватает. А чтобы еще свалить на таможне, что-то? Это неправда. Мы сами подмечаемся. И у нас тоже очень больших направлений, которые говорили. Они говорят, что на автобусе это шокисм. Три-четыре-пять часов автобусы не обоснованы. Они требуют людей. Они так говорят. Это любовность, когда такие вопросы есть. Зависит от жителей. Конкретно. Такой-то такой инфект. Кто-то такой-то. Я знаю, что в этом работе сменит вот этот человек. Я с него буду требовать. А так... Вот, например, я могу сказать. А теперь я могу сказать. 6-го года. 24-го года. 21 человек приехал ко мне из Кирачимоганинской таможны. Они все говорили, что вот на этом таможне обидели нас. И кроме того, газоохрана, где стоят... Самое главное, что они считают обычно. Остановили. Это незаконно или незаконно. Они, товарищи, когда мы деньги дали, потом нас не... Простите, вот пришли трое. Говорят, что кто охраняет газ, три азербайджанские машины остановил. По 300 тысяч русскими просит. Сегодня? Всего только что, говорит, остановили там сейчас. Вот, пожалуйста. Не пошла. А кто он там? Вот там ребята они. Стоят, говорят же. Позовите, но они... Они... Один факт, вот. Человек, военнослужащий, у него там взяли 300 тысяч. Он здесьrophой идёртышей Скорthing. Он здесь заявлены, где вамnes есть? Скор sim? У него можно переходить к chez poiAL Тур Продолжение следует...